Всем привет! Я уже готовлю обед. Сразу искала Рабляну Бау, потому что спала аж до 9 часов. Для меня это долго. Обычно до 8, если я позволяю. Но сегодня не знаю почему. Спала до 9. Лук сейчас в глаза зашел, потому что я сразу же готовлю обед и поеду на мастер-класс по леденцам на чердак. Это сердечки у нас, то есть куриные желудочки. Здесь, по-моему, у меня что сердечек? Ой, сердечек. Купочка. Куриные эти желудочки. Мы их называем купочки. И овощей столько же. Посмотрите. В общем, один к одному. Морковка, болгарский перец, лук, все как всегда. И сейчас сюда буду делать мою любимую заливку. Добавлю сметаны, томатные пасты и воды. И все потушу. Добавлю чеснок и зелень. Все будет очень вкусно. А тебе надо Антона? А маму тебе не надо? А где твой братик? Проснулся уже? Гляньте, вот на пыль. Сейчас надо повытирать все. Главное приготовить обед. Вот все, уже добавила томатную пасту, сметану и воды побольше. Потому что это все будет выкипать. Поэтому, чтобы получился вкусный соус. Что ты делаешь, Афань? Я в зайчик. А, ты в зайчик? Да. А почему ты прыгаешь? Что у тебя за радость? Я поеду до тетивели. Он поедет до тетивели. Я понял. А то, что ты мои тапки унес, еще камни у меня убрал. Это нормально? Афанечка, иди все исправь. Мама пока оденется, хорошо? Ага. Ты за мальчик. Расскажи, что ты хочешь? Пшикать? Не, мне не надо пшикать. Не надо. Нюхаешь. Расскажи, что ты нюхаешь. Это. Понял? Тут уже все перенюхал, пока мама собирается на мастер-класс, да? А я еще речку понюхал. Я еще речку понюхал. Я еще речку понюхал. Это что такое? Это, 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 это. Угу. Это что мамыну. Мамыну? Да. А диафонину? Я еду в город, чтобы было тебе вкусно. Чтобы было мне вкусно? Да. Где? Вкусно? А телефон? Телефон. Телефону понюхать, Даша? Да. Ну как, вкусно? Телефон. Угу. Ням-ням-ням. Все. Вон скушал. Скушал уже? Да. Ничего себе, какой голодный телефон, да? Да. Оо, моя, я еще, я третий. Ой, а я нюхал. Не нюхал, а нюхал. нет 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 не посмотрите нет сейчас носиком дотронуться быть нос красный не надо все готовы для леденцов одна партия леденцов готова сейчас будем делать старую зеленую баклажан баклажан тоже скажи точно на осенние деревья похоже тетей на поняла можете здесь скушает по одному а еще что мы добавляли чтобы они у нас были зеленые пищевой краситель не а у кого будут колеса просто два друга будут уже у нас 5 часов вечера я тут пока помыла посуду в общем убирала полежала детей нет они остались бабушки с девушкой там еще поиграть потому что каникулы и они на самом деле так хотят но вечно некогда и сегодня их решила оставить там их нет пробую делать попытка номер два делать макарон вот ничем их решила не красить если вдруг получится скрестила пальцы вот переждать еще полчаса а вот чтобы появилась эта корочка для юбочек именно в общем я уже тут начинаю понимать все технологию что у меня тогда потрескались макарон скорее всего либо от недостаточной температуры либо от того что я их не выдержала полчаса примерно минут 10-15 всего их сушила в общем и получается так что здесь появляется корочка отсюда не может выходить пар вот а поэтому макарон поднимается и вот из вот этой вот юбочки самой выходит пар вот поэтому сейчас то поставила 40 150 градусов духовку разогреваться и жду полчаса в общем сделаем макарошки даже слишком рано и стала доставать и они вот здесь прям половина такая такие прям куски здесь оставались на тефлоновом коврике вот некоторые были нормальные но не все-таки кажется что здесь вот внутри будет пустота но я не уверена я когда все это разложу потом разрежу но в общем начинку да нужно теперь придумать начинку чем их начинить и соединить и будут в принципе на 150 градусов все прекрасно жарила юбочка есть но не большая все не не прям такие пышные пышные но юбочка все же есть вот вот короче есть в общем я на верном пути буду пробовать еще прям потому что мука еще есть поэтому но по вкусу они обалденные я уже две штуки съела они очень вкусные и осталось только придумать начинку но я сейчас поеду за детьми что-нибудь прям придумаю чтобы купить рожки что хотел сказать что я за вот баночку огурчиков еще завела уже кипятком наложила сюда чеснока травок всяких и сейчас как раз поеду за детьми и заберу ага еще горячая и куплю уксусы и закатаю банку огурцов сейчас выехала за детьми и на улице очень похолодало сейчас 24 градуса достаточно прохладно но лично для меня после 32 вот было тепло в обед когда я была на мастер-классе было тепло но сейчас прям 24 заметно прохладненько почти 9 часов я монтирую видео ждем мы родню делая все-таки крем для макарон для макарон в общем для вот этих вот пирожных французских сейчас расскажу я не знаю нормально что это говорю в таком свете в общем не важно значит там что я сделала взяла сливочный сыр немного сливочного масла все это взбила и добавила туда знаете что вот в банках продается как сгущенка вареная только с добавлением какао вот еще с добавлением кофе есть в общем как вареная сгущенка поняли то есть только с какао и и очень вкусный крем получился вообще нереально и мне кажется даже просто такой крем можно делать на торты на капкейки он подстывает в холодильнике то есть становится более таким стабильным и плотным вот а если прям пропорции соблюсти потому что я там ничего не соблюла просто так масло просто так одну пачечку эти 140 грамм сливочного сыра творожного хохланда и вот просто на глаз пару ложек добавила вот этого вот так как с какао с этой смеси вообще настолько вкусно то есть без сахара потому что вот этот вот банка сгущенки вот это из какао она очень сладкая поэтому получилось еще супер сейчас попробуем я все это собрала еще даже напечатала рисунки на принтере на макаронах на этих покажу в общем сейчас все это в холодильнике постоит я просто сначала напечатала рисунки потом все это собрала поставила в холодильник хочу посмотреть как выдержат рисунки холодильник потому что вдруг когда-нибудь и научусь делать макарон но не уверена что это будет нормально храниться в холодильнике вместе с картинками в общем хотела посмотреть такие вот макароши получились я правда начинки переборщила прям там жирненько так наложила жирненько чтобы такие они были жирненькие сейчас теперь их сфотает будем есть пироженки хорошо не прикольные штучки не знаю насколько они внутри получились какие ну попробуем но по вкусу они вкусные ну да до кандибаров да так вот их приводят на дни рождения ой все родня попробовала макарон но надо еще конечно над ними работать они еще не такие нежнючие нет это мои комнатные тапочки сынок перебегала утка да ага но у нее крылышко повреждено да сейчас мы и дяди степи отдали потому что у него есть чем кормить а нет просто у него клетка есть крылья обрезать потом да чтоб не улетела да вот только ты не забудь достать